Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брышковский Мукден, 2 октября Всю ночь опять бушевала буря с дождем Уже имеются сведения, что южнее дождь был очень сильный Немного подмыло путь на грунтовых дорогах Снесло водой несколько мостиков Их скоро и починят Но пока задержка По обеим сторонам стояли вереницы обозов С одной стороны с ранеными, с другой с провиантом и снарядами Ночью солдатам в окопах приходилось сидеть в воде «Победа!» — радостно отворяет дверь Энье Но в то же время Только что получено вторичное распоряжение готовить Мукден к эвакуации «Ну что ж, это еще ничего не значит На всякий случай, отчего же и не быть наготове? Плохой тот полководец, кто не думает об отступлении» Мы оба смеемся Раненых привезли с поездом Насчитывают их уже до 25 тысяч Потерялась какая-то всякая впечатлительность Есть только сознание громадной важности переживаемых дней Но чувствительность совершенно притупилась И всю сегодняшнюю ночь не прекращался бой И сегодня опять уже дерутся, но выстрелы гораздо реже «Третьего дня, — говорит раненый солдат, — наш шар поднялся Так в него снарядов 300 запустили японцы А сегодня ни одного уже не выпустили Мало видно и у них снарядов Где напасешься? Который день сыплют, как горохом» Солдатик, легко раненый в ногу, довольный, что так дешево отделался, сплюнул и продолжал Ах, хоть бы японец Знает он, что тут, скажем, наша батарея И потрафляет А сдвинемся мы А он все, знай себе, в старое место жарит Так по-пустому, только трезг будет А по-настоящему такая пальба, одна прокламация И у нас, и у них выходит Вот если в колонну, к примеру, когда в атаку идут А так Солдат пренебрежительно махнул рукой Пустое дело Мы спрятались, скажем, не найдешь в Галяне Они не видят и палят Куда, что, неизвестно Перевод добра Офицеры и те также считают, что только значит Для острастки Ну что ж, выходит острастка Сперва выходила, а нынче привыкли Одна критика Опять пренебрежительный плевок Бог даст, теперь пойдет дело Нам утром сегодня Командующий сказал Братцы, знаю, что десятый день не спите Знаю, что по три дня не идите Знаю, ценю высоко вашу заслугу И с земным поконом прошу вас Потрудитесь еще за царя и родину Плачем Сил нет, выбились до последнего А, сказал, как перышки полетели И усталости нет Солдат смахивает на вернувшуюся вдруг слезу и вздыхает Да, будет, что вспомнить И сам командующий под огнем И солдатики стараются Не жалеют себя Главное, видят все, что дело насерьез пошло Нам только бы до инкоу А там им сразу жрать нечего будет Да, у японцев так Идет он колонной в атаку рядами Первый ряд, скажем, сдрефил Бежать хочет Второй в него же палит сейчас Во второго третий И так и держит друг дружку в оковке Либо от чужих принимай смерть Либо от своих Теперь из-за наших принялись Набалованы которые Чуть бой бежит с позиции Дескать, ротный там послал Куда послал? И сам не знает Ну, нынче шабаш Штук десять вместе с хунхузами Отвели в Мугден На одну, значит, ленью поставили И вдобавок расстреляют Да в деревню ейную отпишут Что так и так За бегство и сражение И принимайте, сыроднички Конфуз Смотрите добрым людям в глаза Какого молодца вырастили С хунхузами породнил Самыми тяжелыми были для нас Дни 28 и 29 Когда прорвали было наш центр А левый фланг наш Перешедший было Тайдзехе Возвратился назад в Фушун Сделав переход в 70 верст Туда и назад Но со вчерашнего дня Мы опять перешли в наступление И хоть каждый наш шаг Буквально заливается кровью Мы все-таки идем вперед Говорят, что очень отличились Вчера Епифаневские И Юхновские полки 6-го корпуса Отбив у японцев 12 орудий Но зато японцы Отбили у нас вчера 24 орудия Говорят, что всего мы потеряли 48 орудий Что до японцев слухи разноречивы Одни утверждают, что они потеряли 12 Другие 18 орудий и пулемет Вот сегодня уже слышу 30 То же, что и под Ляуяном Тогда все дни боя производили известие Что взято 18, 46 и так далее Орудий Слышу, на платформе говорит какой-то офицер Дело поставлено ва-банк Пять часов дня Распоряжение готовится к очистке Суетуня Приехал Н.Е. Нет обычного возбуждения Разводит руками и говорит В общем, везде Мучительная неизвестность Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание Товарищества Маркс 1916 год Продолжение следует...